Азербайджанская сказка «Волшебное кольцо». Давным-давно жила была старуха. И был у нее внук. Полешивый и неказистый. Ничего-то у них не было. Ни клочка земли, только ветхая лачуга. Пусто в ней, хоть шаром покати. Старуха приняла шерсть, вязала в день попаве чулок и продавала их. Так они и жили, перебиваясь с хлеба на воду. Однажды старуха, как обычно, дала внуку деньги и велела принести хлеба. Кичал отправился. Но вдруг посреди улицы увидел огромную толпу. Все люди орали, перекрикивая друг друга. У каждого в руках была дубинка. И все они избивали несчастную собаку, которая в ужасе металась из стороны в сторону. Она была уже не в силах лаять и только жалобно визжала. Кичал не мог без слез смотреть на муки бедной твари и сквечал. «О, люди! Что сделала эта собака? За что вы так избиваете ее? И что это даст вам? Чего вы добьетесь, убив ее? Вот возьмите деньги, на которые я должен был купить хлеба, и отдайте мне собаку». Люди охотно согласились. Взяли деньги и отдали Кичалу собаку. Взял он ее на руки и отправился домой. Старуха с утра ничего не ела и с нетерпением ждала внука, который должен был вернуться с хлебом. Увидев, что вместо еды он принес маленькую собачонку, она очень расстроилась и спросила. «Свинок, а хлеба ты не купил?» Кичал опустил собаку на пол и ответил. «Бабушка, я шел на базар, как ты велела, но по дороге увидел, как целая толпа избивает маленькую собачонку. Мое сердце чуть не разорвалось от жалости. Я отдал им все свои деньги и забрал собаку». Старуха ничего не сказала. «Дело сделано, какой толк ворчать?» Она связала новую пару челок, продала их и послала внука на базар, строго-настрого наказав не возвращаться без хлеба. «Иначе худо будет», — добавила она. Кичал не ответил ни слова, взял деньги и ушел. Но не успел он пройти несколько улиц, опять наткнулся на шумную толпу. На этот раз жертвой рассверепевших людей была кошка. Кичал протиснулся в самую гущу толпы и спросил. «В чем провинилась несчастная кошка? За что ее так жестоко бьют?» Кто-то ответил ему, что кошка стащила у мясника большой кусок мяса и теперь ее наказывают. Кичал возмутился. «О, люди! Если бы вы были так голодны, как эта кошка, вы бы тоже украли мясо. Наверное, вы не знаете, что такое голод. Я шел на базар купить хлеба, но вот вам мои деньги. Берите их и отдайте мне несчастное животное». Мясник обрадовался, сунул ему кошку и пошел в лавку. А Кичал пошел домой. Старуха ждала его на пороге. Еще издали увидела она, что несет не хлеб, а кошку. Но на этот раз она не стала молчать. Обругала Кичалу, на чем свет стоит. Даже схватила с земли камень и швырнула в него. «Говорил я тебе или нет, чтобы не смел возвращаться без хлеба? А ты, нечестивец, что сделал? Сами с голоду помираем. В доме второй день хлеба нет. А тебе мало собаки, еще и кошку приволок?» Ничего не ответил Кичал, только низко-низко опустил голову. Да и что он мог сказать, сам знал. Старуха права, нечего им есть. А тут еще собаку и кошку кормить надо. Только пообещал больше никогда так не делать и ушел спать. Утром Старуха напряла шерсти, связала чулки, продала соседке и отдала деньги внуку. «Только смотри!» – крикнула она ему вслед. «Без хлеба лучше не возвращайся!» На этот раз все обошлось благополучно. Кичал купил хлеба, принес его домой. Вечером они поужинали, покормили животных и легли спать. Всю ночь Кичал не мог уснуть. Тяжкие думы одолевали его. Что будет дальше? Чем кормить их? Много ли выручит бабушка за чулки? Что он сможет купить за эти деньги? «Эх, проклятые деньги!» Уже под утро он решил пойти в лес и взять с собой своих новых друзей. А вось найдут там чем поживиться. С этим он и уснул. А утром рассказал о своем плане бабушке. Она только молча головной кинула. Кликнул, Кичал кошку с собакой и пошел в лес. Шли они долго. Так долго, что совсем выбились из сил. Наконец добрались до верхушки огромной горы. Отсюда Кичал увидел, что внизу у входа в пещеру спят три дива-чудища. От одного их вида у бедняги сердце ушло в пятки. Первый див был семиглав, второй трехглав, а у третьего самого младшего одна голова. Уши их торчали в разные стороны, как куски лаваша. Клыки огромные, как у слона. Когда дивы дышали, из ноздрей вырывалось пламя. Словно внутри пылал кузнечный горн. Когти их, что ли, меха. Пока Кичал стоял на вершине, от страха боясь даже шевельнуться, дивы проснулись и, схватив друг друга за рога и хвосты, начали драться. Наш Кичал хотел потихоньку удрать, пока его не заметили. Но вдруг залаяла собака. И дивы, позабыв о драке, вмиг взлетели на вершину горы и схватили несчастного вместе с собакой и кошкой. Кичал дрожал с головы до ног. Но семиглавый див миролюбиво сказал. О, сын народа человеческого, разреши наш спор. Если дашь разумный совет, мы тебя не тронем. Эти слова вселили в Кичало надежду. И он спросил. О чем же вы спорите? Трехглавый див ответил. Еще вчера мы нашли две драгоценнейшие вещи. Ковер-самолет и волшебное кольцо. Стоит сесть на ковер-самолет и сказать. О, волшебный ковер, вези меня туда. И вмиг окажешься там, где пожелал. Кольцо и того лучше. Что бы ты ни попросил, тут же будет исполнено. Теперь ты понимаешь, настроя, а вещей всего две. Вот со вчерашнего дня никак не можем разделить их. Вчера дрались до тех пор, пока без сил не свалились с ног. А сегодня чуть проснулись, опять в драку. Задумался Кичал. Что бы придумать похитрее и от дивов спастись? Наконец он сказал. О, дивы, братья мои, дайте обе эти вещи мне. Я разрешу ваш спор. Брошен с горы камень, а вы трое побежите за ним. Кто первым принесет камень, получит ковер. Кто придет вторым, наденет на свой палец кольцо. А последний пускай пеняет на себя. Подумали дивы, подумали и согласились. Все равно решили они. И последнего наклада не будет. Он съест Кичала. Схватил наш Кичал огромный камень и пустил его с горы. Покатился камень вниз, а дивы со всех ног помчались за ним. Как только скрылись они из глаз, Кичал надел на палец волшебное кольцо, вскочил на ковер, посадил туда кошку и собаку и сказал. О, волшебный ковер-самолет, вези нас прямо домой. Не успел он вымолвить эти слова, а ковер-самолет уже взвился в воздух и понес их. Колянов, Кичал вниз, увидел, что плывут они над берегом моря. Тут он сразу вспомнил, что собака и кошка, да и сам он, умирают с голода. И дома бабушке есть нечего. Вот бы опуститься здесь и наловить рыбы, думал он. Дай-ка попробую. И он сказал вслух. О, волшебный ковер-самолет, опусти нас здесь, я хочу наловить рыбы. Как только он сказал это, ковер плавно опустился на землю. Кичал тут же снял кольцо с пальца и сказал. О, волшебное кольцо, мне хотя бы две рыбы поймать. И тут же большая рыба, мать, вывела на берег двух своих детенышей и проговорила. У меня всего двое детей, и я отдаю их тебе в дар. Взял, Кичал рыбу, набрал хворосту, развел костер, зажавил рыбины, одну съел сам, другую дал кошке с собакой. Но те не стали есть. Кичал разозлился. О, несчастные животные, почему Аллах создал вас такими неблагодарными? Ешьте. И вдруг собака заговорила человеческим голосом. Послушай, брат наш, мы совсем не такие неблагодарные, как ты думаешь. Просто совесть не позволяет нам съесть эту рыбу. У этой рыбы матери было всего двое детей, и она отдала их тебе. Ты не должен был принимать такой бесценный дар. Тебе надо было сжалиться над ней и вернуть хоть одного детеныша. Но ты не сделал этого, и будешь наказан. Рыба-мать страдает теперь. Вот почему мы не стали кушать. Кичал горько раскаивался в своей ошибке. Но что он мог сделать? Зажаренных рыб не вернуть к жизни. Погоревал, кичал, погоревал, и пошел к морю мыть руки. Но только он опустил их в воду, волшебное кольцо соскользнуло с пальца и исчезло в море. Сколько не искал его, кичал, найти не мог. Наконец, начало темнеть. Он развернул ковер в самолет и решил вернуться домой. Собака с кошкой сказали ему. Братец, вступай домой, а мы здесь погуляем. А вось удастся найти кольцо. Кичал улетел, а они остались. Долго находили они по берегу моря. Мало ли, вдруг видят, пришел старик рыбак. Закинул в море сеть, подождал и начал тянуть. Тянет, потянет, напружинился весь. Жилы на лбу вздулись, а вытянуть не может. Собака с кошкой бросились ему помогать. Вцепились когтями и зубами в сеть. Кое-как вытащили. И оказалось в сети огромная рыба. Старик разрезал ей живот. Внутренность отдал собаке и кошке, которые так помогали ему. Начали они грызть внутренности. Вдруг наткнулись на кольцо. То самое, волшебное. От радости они забыли о голоде и со всех ног кинулись к кичалу. Прибежали, отдали кольцо и рассказали все, как было. Взял кичал кольцо, погладил кошку и собаку и дал им есть. А потом и говорит, о волшебное кольцо, многого я не прошу у тебя, только один дворец. И чтобы выложен он был из золотых и зребрянных кирпичей. А башни его, чтобы достигали облаков, больше мне ничего не надо. Только сказал он это, как раздался грохот. И перед его глазами вырос дворец такой красивый, что и во сне кичалу не снилось. Бабушка только руками всплеснула и принялась расспрашивать внука, откуда в руках его такая сила. Рассказал он ей о встрече с дивами, о ковре самолете, о волшебном кольце, о том, как помогли ему кошка с собакой. Заплакала старуха от радости, что не будут они больше нищенствовать, что не надо ей день и ночь шерсть прясть до чулки вязать. Стали они жить, да пожевать в новом дворце, и молва о нем разнеслась по всему свету, пока не докатилась до самого шаха. Визирь позвал шах своего визиря и говорит, о мудрый визирь, слыхал я, будто кичал роскошный дворец, мой собственный по сравнению с тем похож на сарай. Визирь ответил, опустив глаза, мой великий шах, как не горько, но кажется правдиво эта молва, и я слыхал об этом дворце. Так что же ты медлишь, о мудрый визирь, узнай, где живет этот нечестивец, как удалось ему построить такой дворец, но этого мало, ты должен отобрать этот дворец у кичала. Визирь ответил, о мой шах, чтобы раскрыть тайну, нужна ведьма. Тут же шах отдал приказ найти ведьму и немедленно доставить ее во дворец. Однако, когда ведьму привели, шах в ужасе отшатнулся, такая она была противная. Глаза косые, рот кривой, ноги колесом, на спине гор, а лицо такое хмурое, словно она злилась на весь рот людской. Когда прошло удивление, шах повернулся к своему первому визирю. О мой мудрый визирь! Да это же коллега, какой от нее толк? Она и на ровном месте там спотыкается. Вместо визиря с поклоном ответила сама ведьма. О великий и могущественный шах! Не гляди на мое лицо, ты еще увидишь, на что я способна. Испытай меня. Прикажи, что твоей душой угодно, все исполню. Шах недоверчиво пожал плечами, однако сказал. Быть по-твоему. Проверю-ка я тебя на деле. Говорят, где-то в моих землях, далеко-далеко отсюда живет нищий. Кичал. Со своей старой бабкой. И вдруг, откуда ни возьмись, появился у него дворец. Да такой, что теперь мои шахские покои стали похожи на сарай. Ты, старая, должна найти Кичала, выведать его тайну и сделать так, чтобы я мог отобрать у него этот дворец. Ведьма рассмеялась. И это все? Шах удивился. Тебе мало? Старуха скривила губы. Да сохранит тебя Аллах. Такие дела для меня сущий пустяк, легче легкого. Я узнаю все, что ты хочешь. Но только знай, великий и могучий. Даже для шаха я ничего не делаю даром. Чего же ты хочешь, старая? Недовольно спросил шах. Он не привык, чтобы с ним разговаривали так дерзко. Золото. Ладно, будет тебе золото. И он свернул ей целую пригоршню монет. Но если не справишься с задачей, не сносить тебе головы. При виде золота глаза ведьмы расширились и заблестели, как у кошки, которая поймала жирную мышь. Даже угроза отрубить голову в случае неудачи не могла омрачить ее радости. Пришла ведьма домой. Села в большой глиняный кувшин, в котором творила свои злые дела. Повернула ручку кувшина вниз. И в тот же момент с грохотом и треском взлетела в небо. Летела она, летела, долго ли, коротко ли. Наконец увидела вдали большой чертог. Он блестел, как солнце, озаряя ярким светом все вокруг. Повернула она свой кувшин ко дворцу. Опустилась на самый окраин города, среди лачуг. Потихоньку выбралась из кувшина, пригладила волосы. В руки взяла посох и четки. И пошла ко дворцу. Долго она стояла, притаившись за деревом, все высматривала. И, наконец, увидела, что бабушка кичала на балконе. Ведьма тут же выбралась из своего укрытия и пошла. Но под самым балконом вдруг сделала вид, что подвернула себе ногу и начала притворно стонать. Бабке кичала, стала жаль бедную больную старуху. Велела она слугам привезти ее в дом. Та сначала для виду поломалась, но потом согласилась. Ведьме только этого и надо. Говорят же, что может пожелать слепой? Два глаза. Едва слуги привели ее к бабке, бабка кичала спросила. Сестрица, куда путь держишь? Ведьма льстива ответила. Спасибо тебе, добрая женщина, за помощь и привет. Я бедная, одненокая старуха. Ни души родной у меня нет, ни кола, ни двора. Спасибо, добрые люди, как ты, дают мне поесть. Я кое-как перебиваюсь. Но вот уже несколько дней во рту у меня маковой росинки не было. Ноги подкашиваются. Вот я споткнулась за камень и упала. Бабка кичала, совсем разжалобилась. Ведь еще не так давно она и сама никогда не наедалась дошитом. Она велела слугам подать самые вкусные кушанье. Ведьма досуто поела, а потом разболталась. Стала плести всякие былицы и небылицы. И, наконец, заморочив бедной старухе голову, улучила момент и спросила. — Сестрица, я вижу, ты очень хорошая женщина. Прости ты мне мое любопытство, но я не могу не спросить тебя вот о чем. Столько добра, такой роскоши нет и у самого шаха. Откуда же твой внук добыл все это? Ведь ты говоришь, что вас только двое на всем белом свете. Бабка кичала пугливо, оглянулась по сторонам и, понизив голос, ответила. — Вижу, ты добрая женщина. Поэтому я открою тебе нашу тайну. Только смотри, Сестрица, это строго между нами. Ты первый человек, которому я рассказываю. Скоро вернется домой мой внук, ты увидишь у него на пальце кольцо. Знай же, это кольцо волшебное. О чем бы ни попросил его владелец, желание тут же исполнится. Но это еще не все. Вот на тот зеленый ковер можно встать и сказать. — О, волшебный ковер-самолет, вези меня туда-то. Ковер, как птица, поднимется в небо и понесет человек туда, куда он захочет. Мы были самыми бедными в нашем городе, и все богатство, и этот дворец, и всю эту роскошь дали нам кольцо и ковер. Так ведьма выведала тайну Кичала. Но ей мало было этого. Она решила остаться во дворце на ночь, дождаться хозяина, а там видно будет. Может удастся выполнить и второй наказ шаха. Поэтому, плетя свои были неболицы, она хваталась то за ушибленную ногу, то за голову и без конца охала и ахала. — Ох, как болит голова! Куда же я пойду на ночь глядя? Так она ныла, пока бабка Кичала не предложила. — Не печалься, сетрица! Места во дворце много, переночуешь у нас, а утром пойдешь дальше. Гостья от радости обняла бабку, принялась целовать. — Да пошлет тебе, Аллах, счастье! А я-то все думаю, куда мне деваться, когда все так болит? Наконец пришел Кичал. Ведьма не сводила глаз кольца, сверкавшего у него на пальце. Пришло время ложиться спать. Гости и хозяева устроились в самой большой комнате. Ей постелили у двери, а Кичал и бабка улеглись в своих углах. Среди ночи ведьма встала, посыпала обоих сонным порошком, чтобы не проснулись от шума, стянула из пальца Кичала кольцо, встала на волшебный ковер-самолет, который лежал на полу, и сказала. — О, волшебный ковер-самолет, перенеси меня и этот дворец на землю нашего Шаха. А Кичал и старуха, пусть останутся здесь. Не успела ведьма произнести заклинание, как ковер взялся ввысь, и в мгновение ока дворец и ведьма оказались в шахской столице. Схватила старое кольцо и ковер и отправила к Шаху. — Вот тебе кольцо, а вот и ковер. Теперь встань и выгляни в окно. — Вон он, дворец, можешь осмотреть. Шах позвал Лизиря, и вместе пошли они осматривать дворец. Такого чудесного чертога не было еще ни у одного Шаха на земле. А тем временем Кичал проснулся и в ужасе увидел, что нет ни дворца, ни ковра, ни кольца, а лежат они вдвоем с бабкой на дырявой чиновке своей старой лачуге. Тут он сразу понял, кто была вчерашняя гостья. Пригорюнился он, призадумывался потом и говорит. — Бабушка, наприди-ка шерсти, свяжи чулки и продай соседям, а я пойду на базар, куплю хлеба и лука. Бедная старуха снова, как в старые добрые времена, вытащила веретено, наприла немного ниток, связала носки и продала, а деньги отдала внуку. Так с того дня и пошло. Но однажды собака и кошка договорились как-нибудь помочь Кичалу. — Он спас нас от смерти, — сказала собака, — а теперь наш долг сделать ему добро. Мы должны найти и ковер в самолет, и волшебное кольцо. — Правильно, — согласилась кошка. И ранним утром они пустились в путь. Кошка бежала впереди, а собака не отставала от нее ни на шаг. В сорок дней и сорок ночей они шли так быстро, что даже птица не смогла бы их нагнать. Переплыли много рек, перевалили через много гор. Наконец добрались они до города, где стоял дворец, выложенный из золотых и серебряных кирпичей. Но сколько не заглядывали собака и кошка в двери и окна, сколько не искали, а не нашли ни одной щелочки, через которую можно было проникнуть в дворец. И большим трудом им удалось разглядеть, что шаг спит, а летающий ковер расцелен перед его троном. Только кольца не было видно, а уж его-то нельзя было не заметить. Это кольцо имело еще такое свойство, что всегда светилось, как солнце. И вдруг кошка увидела, что каждый раз, когда шаг выдыхает воздух, изо рта его вырывается сноб света. Хитрая кошка тут же догадалась, что сах спрятал кольцо под языком. Она сказала об этом собаке, и они стали думать и гадать, как бы проникнуть в дворец. Она проворно схватила мышку, но та залилась горючими слезами. Заклинаю тебе молоко моей матери, не ешь меня. У меня дети голодные и холодные, я не суем поесть. Отпусти меня, кошка, умоляю. Кошка подумала и сказала, выполни мое условие, я не стану тебя есть. А какое условие, оживилась мышь. Ты должна прогрызть дыру, чтобы я вместе с тобой могла пройти во дворец. Потом ты достанешь кольцо, которое шаг прячет под языком. Когда это кольцо попадет ко мне, я отпущу тебя. Ни один волосок не упадет с твоей шкурки. Мышка приложила лапу глаза на знак того, что принимает все условия и сказала, Я согласна, мне это ничего не стоит. В пять минут она прогрызла огромную дыру в двери. Вместе с кошкой они пролезли во дворец. Кошка тут же забралась на дверь и отодвинула засох. Дверь чуть приоткрылась. Шаг крепко спал в своей постели. Кошка быстро свернула ковер и отнесла его собаке. Потом она вернулась в комнату, где мышка, пробежав потоктев, забралась на грудь шага и тихонько пощекотала хвостом ему нож. Шаг чихнул, и кольцо выпало изо рта. Кошка подхватила кольцо, поблагодарила мышку и ушла. Сели они с собакой на ковер и полетели домой. Отдали к кичалу ковер и кольцо. Он тут же попросил. О, мое волшебное кольцо, верни мне мой дворец из золотых и серебряных кирпичей. Не успел он сказать эти слова. Вместе с бабкой, кошкой и собакой опять оказался во дворце. Уж что-то было радость и веселье. С того дня кошка с собакой охраняли дворец, не подпуская к нему ни одного человека. А кичал жил-поживал во дворце из золотых и серебряных кирпичей, да добро наживал. Оставим их здесь и посмотрим, что осталось с шахом, когда он проснулся и обнаружил, что нет ни ковра, ни кольца. Отчаянию его не было предела. Он поднял страшный шум, собрал всех своих придворных и велел визирю опять что-нибудь придумать. Но визирь только развел руками. О, великий и могущественный шах, теперь уж никто тебе не поможет. Кичал понял, как мы обманули его. Теперь он очень осторожен. Поэтому лучше успокойся и живи в своем дворце. А он пусть живет в своем. Как не упрямился шах, но ничего не мог сделать. Внял он визирю и оставил Кичала в покое. Продолжение следует...